А в Рязанской области увековечена память жертв крупного лесного пожара, который уничтожил целый посёлок. Трагедия произошла в 1936-м. Тогда погибли более тысячи человек, которые пытались покинуть место происшествия на поезде. Спастись удалось единицам. На сегодняшний день остался только один свидетель тех событий. С ним встретился Александр Казакевич. Этот указатель с перечёркнутым названием Курша-2 установили всего несколько дней назад. За ним несуществующий посёлок, который 75 лет назад уничтожил лесной пожар. Как говорят, самый крупный пожар по количеству человеческих жертв в СССР. 1200 оборванных судеб. Трагедия случилась в ночь со 2 на 3 августа 1936 года, когда ветер направил огонь лесного пожара на спящий посёлок. В качестве спасения людям предложили гружённые дровами вагоны поезда на рельсах местной узкоколейки. Население посёлка можно было спасти, но диспетчер слишком долго не давал команды об отправлении. Поезд тронулся, когда пламя уже охватило состав. Деревянные вагоны с людьми сгорели за несколько минут. Выворотень фундамента от жилого дома на Курше-2. Вот стекло, видим, как оно оплавлялось. То есть температура здесь большая была. Скорее всего, это керамика тоже поплавленная. В общем, трагедия была страшная, если люди обугленные были. Лидии Даниловне Абловой в то чёрное лето 1936 года было всего 9 лет. В огне пожара погибли её мама, бабушка, брат и сестра. Из пламени её выхватила рука незнакомого мужчины, которого она больше никогда не видела. Кланяюсь вам до земли. Будьте спокойны. Мы вас помним, любим, не забудем. Их было всего несколько человек, кому чудом удалось спастись. Из всех выживших сегодня она осталась одна. Судьба уготовила ей оказаться последним свидетелем той трагедии. Впрочем, почти 7 десятилетий её свидетельства были никому не нужны. 1936 год. Как-то всё это постарались спрятать, по-моему. Я хоть мало тогда понимала, но такие вещи не публиковались. Лесозавод был союзного значения. И столько погибших и уничтоженных огнём весь лесозавод допустить это. Мне кажется, это было кошмаром, поэтому не афишировалось. Это беда, про которую советские власти постарались забыть. Поэтому крест и чёрная памятная доска появились только сейчас. Священник немного растерян, когда ступает по земле, которая с 1936 года стала большой братской могилой. Это первая панихида за все годы со дня трагедии. Царство небесное и вечный покой всем здесь погребенным православным христианам. После чёрного лета 1936 года эти леса горели ещё несколько раз. Последний большой пожар здесь случился два года назад. Природа словно создала из обугленных деревьев свой собственный памятник трагедии, о которой людям хватило мужества вспомнить только через 75 лет. Александр Казакеевич, Денис Демешин, Первый канал из Рязанской области.